А вот и видео о торговце. Самое время рассказать вам, как его создавать. Привет всем, с вами Кальян, и сегодня мы с вами будем делать торговца. Это очень недолгий процесс, ничего сложного нет, но я, наверное, буду очень сильно нестись, поэтому заранее прошу прощения за это. Итак, переходим на вкладку Actors, вот сюда, правая клавиша, New, и создаем нового NPC. Прописываем ему наш ID, он должен быть уникальным всегда, везде и для всех объектов, которые присутствуют вообще в мастер-файле, в плагине, где бы то ни было. И главное, он еще должен быть вам понятным. Поскольку этот ролик делаю уже не первый раз, я знаю уже имя своего персонажа, знаю его короткое имя, но учтите, короткое имя можно не задавать, это необязательный, в принципе, элемент. Главное, чтобы было имя и ID, такое самое основное. Далее тут есть куча галочек, которые позволяют сделать нашего NPC либо с призывом, либо же призрака, либо же простого актера без анимации морфинга лица, либо крайне уникального, либо при нуле процентов здоровья он будет стоять на коленях и пафосно дышать, либо у него защита будет от всего урона, кроме того, который наносит игрок. Много разных вариантов тут есть еще. Я поставлю просто на Unique. Теперь выберем расу, он у нас будет Данвером, точнее даже не он, а она, как вы, наверное, догадались из имени. Nord Race. Будьте внимательны вообще при выборе расы, там очень много разных рас. Жмем галочку на Female, больше ничего не меняем, выбираем только звуковые настройки, ну, то есть, голос. Голос, 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 фемейл, 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 фемейл Nord, фемейл Nord. Переходим на вкладку Stats, на вкладку Stats, нажимаем на уровень и пишем его 53-м, будет сильный, женщина, наверное, у нас. Жмем на автокалькуляцию, автоматически все навыки, все было посчитано, все вручную создано. Класс мы пока трогать не будем, об этом чуть позже к этому нему вернемся. Пропустим некоторые вкладки, идем на вкладку AI-пакетов. Сейчас кинем ему пакет, ему, ей, пакет стандартной торговли. Ну, основной такой AI-пакетик будет у нас. Называется он Default Services, вот он, Default Services Editor Lock 24 на 7. Швыряем сюда и переходим на вкладку Inventory. Выберем одежду для нашего персонажа. Тут есть обычная одежда, то есть повседневная и ночная. Повседневная у нас будет... Не знаю даже что. Тут главное именно... Ну, главное даже... Я даже не знаю, что тут можно повыбирать. Одежду Эсборна, может быть. Почему бы... Нет, одежда Эсборна-то не вариант. Псиджика я возьму, где-то было, наверное, на П. Ой, да ладно, какая разница, будет некромантка. А ночью она будет спать у нас в стеклянной броне. Нажмем на превью и сейчас вот у нас загрузится. Оп, оп, оп. Оп, как вы видите, вот она уже вся такая в одежде. Ну, тут слишком как-то... Вот, некромантка же, что ты меня... Вот, пропускаем баги, если тут возникают. Вот, а, да, пусть будет в этом. Почему бы нет? И кинем ей деньги, которые... Которые у нее будут иметься, чтобы мы могли нормально пользоваться ее торговлей. Для этого перейдем в раздел... Барр... Раздел мировые объекты. Переходить не будем, мы перейдем вот сюда. Керак... Тьфу, куда я смотрю? Айтемс. Айтемс, миск айтемс. И здесь находим слово Гольд. Гольд это у нас золото. Вот, Гольд 0.01. Перетаскиваем это золото аккуратно. Вот сюда. Выделяем и пишем, сколько денег у нее будет. 10 тысяч, мне кажется, вполне достаточная сумма. На этом все здесь. То есть нам потом нужно будет лишь вернуться и изменить две настройки. Он пока что сохраняет. Идем далее. Далее нам нужно сделать контейнер. То есть сундук какой-то или любой объект, в который можно что-то запихать. И этот контейнер будет привязан к нашему торговцу. В этом контейнере не будут лежать предметы на продажу. Любой сундук открываем. Мы все равно его не увидим. Нам не важно, что это. Как выглядит этот сундук. Как он вообще, где он находится. Главное, чтобы мы не могли до него сами добраться. Итак, поменяем ID. Да, обязательно. Сундук. Тут вообще ничего менять не будем. Просто скинем предметы на продажу. Вот в это вот окошко. Вот раздел Weapons. Weapons поможет нам с этим делом. Выберем какое-нибудь оружие. Что-нибудь незачарованное. Мне бы хотелось. Я, правда, не уверен, что у меня получится это сделать. А, нет, смотрите, получилось. Стеклянное. Оп, оп, оп. И перетаскиваем. Хотя давайте еще. Попарим. И жмем ОК. Да, создаем новую форму. Итак, NPC сделан. Контейнер сделан. Теперь идем, создадим ему уникальную фракцию. И пропишем потом диалоги. Так, так. Вот так мы это скроем. Это мы раскроем. Итак, создаем ему фракцию. Заходим в раздел Faction. Не знаю, почему она фракция. Честно говоря. Парадокс. Ну, в общем, мы сюда заходим и пишем наш уникальный... IID. Название можно, в принципе, не делать. Ну, не знаю, пусть будет... Так вот. Нет, даже не так. Нет, через E, наверное, соединительное. Вот так как-нибудь. И без точки. Идем на вкладку Vendor. Жмем галочку. И задаем время торговли. То есть, скольки до скольки она может торговать. С нуля до 23, например. Это весь день. Я поставлю до 20, и у нас будет такая элитная женщина. Далее нажмем на Vendor Buy Sell List. И выберем список предметов, которыми она может торговать. По умолчанию, эти листы имеют в себе название слова Vendor. Сейчас я покажу вам. Вот тут есть они. Вендор, вендор, вендор. Вот они. Вендор. Выберем вот этот вот. Blacksmith, например. Но мы сюда еще вернемся, в любом случае. Нажимаем ОК. И мы вот создали нашу, для элити, нашу фракцию. Теперь обращаемся к разделу Quest. И создаем диалог. Вступительный диалог для нашего персонажа. Не смотрите на то, что тут написано Quest. У нас это диалог. Опять же, снова пишем ID. Без него никак. Так, и обязательно нажимаем на ОК. Именно, тут очень важно нажать на ОК. Я даже обращу ваше внимание, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Нажимаем на ОК. Двойным нажатием. Раз, два, три, четыре. И там до десяти, короче, пошло. Нас интересует непосредственно Dialog Views. В Dialog Views нажимаем правую клавишу. Создаем новый диалог. Диалог, диалог, диалог. A-A-A Merchandialog мы назовем. Назовем ОК. Выделяем. В этом уже поле нажимаем правую клавишу. Create branch. Создать ветку. Это будет... Тут диалоги построены по принципу блок-схем. То есть такой, знаете, типа Microsoft Access, грубо говоря. Вот так это выглядит. Значит, ну, собственно, тут что можно писать? Диалог Quest branch, например, да? Branch. Нажимаем ОК. ОК и возникает ID для топика. Нажимаем снова ОК. Вот. Как вы видите, вот что изменилось. Появился наш диалог и непосредственно топик наш. Двойным нажатием на заголовок топика, то есть темы, мы нажимаем, появляется вот окно. Вот видите, мы редактируем топик. Отдельно... Топик. Как звучит. Отдельно, непосредственно вот эту часть. Пишем текст, который мы будем видеть в окне беседы, диалога с персонажем. Для этого напишем... Вот так вот, например, да? Нажимаем на пустое место, и тут возникает проект грамматики. Мы ее упорно игнорируем, потому что... Потому что нам все равно... Он, например, все по-английски проверяет. Нам не важно, нам нужен русский. Ниже в поле Info нажимаем правую клавишу New и создаем ответ. Ответную реакцию нашего персонажа. Вот видите, Response Text. И снова жмем в пустом месте, и снова вылезает окошко с проекта грамматики. Обычно игнорируем все ошибки. И жмем ОК. ОК. Возникает другое окно. Ну, то есть, то же самое, только более подробное, скажем так. Здесь нужно прописать два пункта. Первое. Условие того, что это наш торговец говорит с нами, с этими диалоговыми текстами. И условие, что после этих диалоговых текстов открывается окно торговли. Для этого сначала пропишем условие. Вот в разделе Conditions правая клавиша New. Я надеюсь, вы уже поняли, что почти все на создание нового делается через правую клавишу, через выбор New. Ничего здесь не меняя, выбираем и нажимаем на Invalid. И здесь нам нужно найти нашего торговца, то есть ID нашего торговца. Нажмем на А, и ничего не выйдет. Он что-то не хочет. Ну так, ну ладно. Находим нашего торговца, что я перестарался, по-моему. Так, тихо. Вот. ААА, Merged NPC. ОК. Проясню. Если ID равен такому-то персонажу, то есть, сдаем параметр, что ID равен такому-то актеру, и это значение равно единству, то есть, точно вот равно этому NPC, тогда с нами что-то происходит. Нажимаем ОК, и все. Обращаемся теперь вот к этому полю. То есть, в конце выполнения всех этих условий открывается окно. Пишем скрипт. Он очень простой, в одну строчку. Главное, не накосячить так, как это сделал я раза три. Так, АКСПИКЕР.ШОУБАРТЕРМЕНЮ. И обязательно скобочки поставить. Нажимаем на кнопку КОМПАЙЛ. Нам, надеюсь, еще видна. Ничего не вылезает. Ничего не вылезло, значит, мы молодцы. Теперь жмем ОК, закрываем это окно. Затем жмем на кнопку ОК, закрываем вот это окно, и закрываем вот это окончательное окно. В принципе, основная работа сделана. Теперь мы обратимся к нашему НПС обратно. Откроем его. Вот он, я аж испугался. Откроем его. Перейдем на вкладку Фэкш... Фэкшнс. И перетащим наш созданный только что объект. Вот он. Все. Теперь торговец будет торговать. Что не может не радовать. Заодно обратимся к разделу статс и сменим класс ему на вендор что-нибудь. Вендор Blacksmith, как и было там ранее. Может быть, помните. Жмем ОК. Так, что-то еще нужно сделать. Нужно поместить нашего торговца куда-нибудь. Для этого в окне Cell View выбираем что-нибудь. Выбираем, например, в байтран, или в ваш мир вообще, который хотите загрузить. И грузим, в общем, туда. Все. Сейчас он загрузится, прогрузится. Так. Уберем прочь отсюда всяческие маркеры сейчас. Так. View Markers. Убираем. Так. И теперь поставим нашего торговца где-нибудь вот здесь. У этого дома. В принципе, будет самый сок. Мне кажется. Так, актер. Наверху, ишь, перетаскиваем ее. Да. Жмем. Да. Забудьте на это. Просто перетаскиваем. Чуть ниже опустим. Кнопочка F. И пусть она тут стоит. Рядом с заколоченным домом. И все такое. Теперь поместим сюда рядом с ней наш контейнер. Он очень важен для нас. И контейнер обязательно нужно будет потом скрыть из вида. Сейчас объясню почему. Итак, контейнер стоит рядом с торговцем сейчас. Поэтому мы возвращаемся обратно в настройки Factions. Открываем его. Переходим на вкладку Vendor. И пишем Radius. Это Radius влияния. То есть вокруг персонажа будет определенный радиус. Тысяча, например. И в этом радиусе находится привязанный reference. Далее. Далее нажимаем Location. Выбираем Near Reference. Select Reference. И отмечаем наш сундук. Нажимаем на ОК. Открываем рядом Merchant Container. И снова выделяем все. Все, мы все сделали. Жмем ОК. И теперь прячем сундук, дабы не было искушения его украсть. Все. Главное из вида его убрать. Пониже даже опустить, чтобы нельзя было увидеть его. На этом, наверное, все непосредственно с созданием торговли. Мы тупо сохраняем это все. Сейчас я найду тут мой старый ESP какой-нибудь. Вот. Сохраняем. И теперь все. Теперь наш торговец, наша девушка должна что-то уметь торговать чем-то. Вот и все. Спасибо за внимание. С вами был Кальян. И до скорых встреч. Пока-пока. Итак, вот он наш торговец. Она стоит на месте, туда же, где мы ее и скинули. Наши диалоги. Открываем. И видим предметы, которые я положил в сундук. Это стеклянное оружие. У нее есть 10 тысяч денег. И, в общем, мы можем торговать. У нее есть все то, что нам нужно. Так что, вот и все. Ссылка на мод в описании к видеоролику. Спасибо за внимание еще раз. А также отдельно благодарность пользователю STIP за создание видеоролика о создании торговца. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.